Мы достаточно имеем хорошую историю успеха. Мы проводили с вами не только чемпионат мира по хоккея с мячом, мы и проводили с вами отборочные соревнования на кубок мира по боксу. Мы проводили с вами замечательные мероприятия, связанные с чемпионатом мира по футболу, в том числе среди женских команд. У нас достаточно большое количество других мероприятий, я говорю в том числе и про спортивные состязания национальных и неолимпистских видов спорта. Мы не первый год уже проводим это все в масштабах, причем не только нашей страны, но и Содружество независимо от государства. И поэтому, когда возникло желание у организации ТАФИСа, всемирно известная организация ТАФИСа, провести первый международный фестиваль боевых искусств, нам, с одной стороны, уже легче было участвовать в заявочной кампании, а с другой стороны, мы понимали свою ответственность. Тем более, что Сергей Николаевич, он не только один из руководителей Совета Федерации, но еще и один из руководителей одного из видов боевых искусств. И поэтому, когда мы с ним посоветуемся, он говорит о том, что мы можем, Ульяновская область может подтянуть этот проект. Ну вот, мы выиграли огромный конкурс у многих регионов мира, и сегодня достаточно активно готовимся. Я вот хочу еще раз в вашем присутствии, Сергей Николаевич, поблагодарить. Не так давно он вместе со своими друзьями, коллегами в Новом Городе открыли замечательный центр, который сейчас позволяет просто сотням мальчишкам и девчонкам приходить и заниматься здоровым образом жизни и готовить себя, в том числе и к большим спортивным состязаниям. Мы готовы, мы понимаем, что будем делать. Но нам не хватает, конечно, сейчас действий по продвижению этого всемирного фестиваля, и поэтому мы и обратились к нашим коллегам, мы уже подписали сразу несколько таких крупных соглашений и в Японии, и здесь, в России, с самыми известными спортсменами, которые имеют к боевым искусственным отношениям, и вот к таким вот руководителям таких федераций, как Сергей Николаевич, с просьбой быть нашими послами, с просьбой продвигать наш замечательный проект, чтобы о нем знали все в мире. Сергей Николаевич, как вам эта миссия? Ну, это почетная, но ответственная миссия, но я думаю, что мы с ней справимся общими усилиями. Я хочу напомнить о том, что вот наша спортивная федерация, одна из сельевых федераций карате России, о которой Сергей Иванович сказал, мы были учредителем Российского союза боевых искусств. Это было 12 лет назад, и инициатива была принадлежала Киренка Сергееву Зеленовичу и Трутневу Юрию Петровичу. Вот они стали собственными сопредседателями. Я вот уже на протяжении 19 лет по их предложению, по их воле являюсь председателем комитета по ревизионной деятельности РСБИ. Ну и вот я хочу просто сказать о том, что это направление, о котором мы сейчас говорим, и организация Ульянских такого крупного международного соревнования, это как раз вложится в концепцию нашего Российского союза боевых искусств, причем с опоры на международную организацию. Это еще один элемент, или шаг, такой крупный шаг в глобальную программу России, спортивной державы. Вот совсем недавно Ульянск проходили крупные мероприятия в прошлом году, и чем больше молодых людей, ребят, девчонок, мы увлечем в спортивный образ жизни, и здоровый образ жизни, тем лучше будет для здоровья нации, для нашей демографической политики. Поэтому я думаю, что исходя из понимания вот такой задачи, конечно, мы беремся за это дело и справимся с общими усилиями. Спасибо.